сегодня ребят я буду делать торт который я делала еще в 2020 году или даже не до 2020 году я делала его то есть он наполеон только без выпечки там надо просто ушки час у нас есть все ребята хрена рецептов реально здесь у нас просто одни рецепты разных всяких этих все короче сейчас я покажу в общем наполеон без выпечки вот значит печенье яйца сахар мука ванилин молоко и сливочное масло в общем я его делала и без выпечки получается у всех там просто нужно сделать крем ну просто его сварить так скажем крем и выкладывать печеньки и поливать кремом печеньки потом дать настояться три часа там или сколько и все и получится наполеон сверху потом вы просто это все крошкой урашиваете и получается тортик меня буду делать в этой форме вот я и за я и застелила вот этим вот не знаю важно это или неважно застеливать я застелила так на всякий случай не не знаю вас тут кошки не лазили потому что они если видят что-то такое и начинают ссать реально поэтому лучше прикрыть у нас опять ребят дождь бесперестанно дождь и спать хочется такое чуть-чуть вот так что я жду продуктов и буду делать вообще ребят сейчас вам покажу покупки и покажу вам именно те ушки с которыми я сделала торт то есть они достаточно дорогие 50 рублей вот такая вот пачечка и у сами понимаете есть нас 4 пачки вот и домашняя пекарня от хлеб выпечка их как бы домашняя пекарня и они здесь их производят делают в общем они очень ребят качественные вкусные мы всегда их и покупаем просто даже так ну редко конечно ножки вообще там уже не ели если честно но как бы они нам очень сильно нравится не идеально подходит для торта вот и они очень прямо качественные хорошие далее яйца c0 яшкина рулетик давно не ела захотела себя порадовать бананы сейчас они ребят практически все зеленые но если их оставить в теплое место ну типа даже не то что тепло место если их оставить просто закрытое место да закрытое за этом на полку или куда они сами ребят по по желте это будут очень сладкие но я люблю принципе зеленый как мне без разницы далее поговарова да как обычно молоко это то есть у нас все для ингредиентов мука у меня есть крахмал у меня есть поэтому все вот хлеб майонез такой только покупаем очень на вкусные и ну не как слабо да в слободе ребят очень сильно много уксуса прямо чувствуется далее рыба вот такая рыбочка хлеб бумага фарш тоже в доме ты покупаем фарш картофель курочка как-то так как-то так раз это все ребят я буду разбирать и все я уже там подготовила все необходимое так скажем вот и все вот еще мыло когда мы пользуемся только банным мылом и для посуды чтоб не было никаких ароматизаторов и просто так ванны как бы то банны натуральный вообще классно все потому что тут не уместиться что от еще в общем мама перебралась туда потому что я здесь буду делать торт поэтому вот есть как бы у нас стоит построить и сколько печенье очень тяжело здесь потому что ранее килограмм печенье но там уже 600 грамм я не знаю на самом деле сколько нужно для этой формы что у меня большая ну посмотрим вот и яйца молоко еще в общем сейчас ребят будем делать тортик значит для этого торта нам надо сначала у тебя два яйца вот у меня сегодня они c0 вот достаточно такие средние хорошие так далее берем мы 100 грамм сахара это 4 столовые ложки насколько я посмотрела в интернете потому что честно я в этом не очень 4 там это венчиком все хорошо ребят честно это даже не перемешать далее берем 4 столовые ложки муки я тут горочка чуть-чуть и продолжаем это все не замешивать в общем все ребят хорошо перемешиваем прямо до однородной такой массы там поближе покажу видите чтобы вот так вот было чтобы него ни комочков ничего и теперь берем крахмал две столовые ложки все ложки я перехватаю так я кукурузный крахмал ребят но это не играют я посмотрела что кукурузный что не кукурузный вообще без разницы и продолжаем все ребят перемешивать чтобы не было комочков и все было однородной идеально сейчас вам прямо поближе я покажу и теперь берем молоко 800 миллилитров вот я тут отмерила стулечка и потихоньку начинаем вливать тем самым помешивая помешиваем 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 2 грамма ох как она прямо тяжелая тяжело откивается ну и на глаз так так теперь ребят нужно поставить на огонь теперь берем варим до загустения когда она у нас уже начнет покипеть я на медленный огончик и все уже просто помешиваем стоим и помешивая вот я уже отмерила 80 грамм половина и дадим ему этому крему уже остыться окончательно и все потихонечку у нас еще котлетки делятся вот так вот ребят метрелина прямо помешиваем и ждем когда она будет уже у нас крахмал цепляться и уже будет кремовая масса это делала первый раз этот торт я честно скажу я боялась что у меня не получится крем потому что я стояла и думала когда же он закусит а он закусит 100% то есть это нормально что он сейчас такое медленно начинает загущаться поэтому все нормально все мешаю она уже начинает потихонечку как сказать что ему превращается в желтоватый слегка оттенок начинает загустевать чуть-чуть дальше продолжать перемешивать вот и этот крем 100% будет получиться ребят у всех потому что это ну обычный вариант крема который подходит для торта который с выпечкой просто там без выпечки если вдруг вы другие крема не имеете еще делать то можно делать такую крему лучше надо идти вот уже появляются пузырьки куда надо чтобы она как каша начала действовать вот уже начинает уже потихонечку я хочу еще ребят вон ниточка добавить хочу еще вон ниточка добавить он 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 ребят не помешает сюда мне кажется вот ребят крем еще стал лучше уже видео тяжелее устал уже мы не делали надо начинает наверное минут сколько минут 5 наверное это все наверное уходит может и побольше но в общем уже вот уже он начинает свое действие все вот надо еще помешивать без перестала то есть вообще не переставай мешайте 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 как право уже начнет пузырьками такими проявляться пузырьками то есть все вот он уже начинается вот видите уже тяжелее становится и вот он уже крем прям такой пудырк когда он начинает уже кипеть уже ну то уже можно выключать вот он уже какой вот уже тяжелее его ребят и ладно сильнее надо продолжать мешать он начинает видите уже как каша уже приготовился все теперь берем масло я на пополам вот так вот разделу и вот сюда его чик и еще чик и все и такая половинка должна остаться и продолжаем перемешивать чтобы не было комочков перемешиваем 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 и потом ребят как все перемешайте надо дать остыть вот такой ребят крем сейчас я ему даю остыть и все в общем ребят сейчас буду собирать тортик он у меня знаете крем не горячий и не теплый он такой что-то средний он не так долго стоял я его в холодильник мне кажется это без разницы на материальное ну я так думаю за счет горячего тоже должен ну как бы сами печенье пропитаться за счет горячего еще зачем так остывать там крем я не знаю важно это или не важно ну в общем сейчас будем делать значит так берем значит я не знаю я хочу так то еще и низ чтобы низ тоже пропитался сейчас возьмем венчик чтобы эту кашицу нам перемешать возьму еще и венчик я его ребят уже столько не делала блин что аж забыла его реально как делать так возьму-ка я тихо чуть-чуть у столичка чтобы промазать низ нашего тортика чтобы промазать там тоже все пропиталось низ я не знаю почему на низ никто ничего не ложит я не помню вроде я еще и низ промазываю я не помню как я делаю торт вот я рецепт так-то знаю но именно каким действиями я делала я уже не помню но там просто выкладывают низ вообще никак не пропитывает а я хочу пропитать вот так тюрема не жалею тюрема рецепт очень много хотя я не знаю такая форма большая берем наши печеньки вот так вот выкладываем мне кажется здесь очень сильно ребят нужно много будет и крема и всего я попробую в этой форме в этот раз я не знаю честно потому что здесь много печенек например крема много я не знаю почему и вот так вот выкладываем то есть это реально торт наполеон то есть когда мама его пробовала он мне очень понравился поэтому я сказала что я его сделала еще раз и он получается как наполеон ну то есть и крем и все очень сильно напоминает торт наполеон еще здесь эти капаналы очень сильно напоминает торт наполеон так вот 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 надо чтобы не было пустых мест поэтому разламываем и как пазл их тут вкладываем сюда вот так вот ребята видите ну очень наверное ну надо дать со мной вот и крема и все ну ладно я не знаю попробую надо главное пробовать берем крем и начинаем замазывать и все quá и все и все только хватит Остынет до конца, потому что я не вижу смысла. Он, наверное, и в холодильнике остынет, этот крем. Вот еще агрековая форма, ребят, большая. У нее очень надо много расхода. Также важно, чтобы каждую печенье пропитать. Так, и выкладываем следующую порцию. Так, прямо плотненько. Просто как пазл, так берете, собираете, чтобы не было пустых таких мест. Так. Продолжение следует... В чем плюс вот этих вот ушах, ребят, домашних, так скажем, да, у них очень, ну, мало сахара по сравнению с тем, которые вот эти в пакетах развесные, а здесь все в мере, так, вот. Прямо все места вот так вот-вот. Так. И берем еще бактерием. Получается, ребят, очень, я бы сказала, к нему весистым. То есть килограмм печенья сюда ушли. Вот. И еще считайте на посыпку как раз тут, ну, печенье весит. Берем, значит, крем. Вот эти все остатки сюда. Прямо здесь надо идеально это все распределить. Так. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Крошки, наверное, мало Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ладно, наверное, сделать по-другому Сейчас возьму слегка, чтобы легче было Крем Все равно, ребята, любой торт вы быстро не сделаете, то, что там пишут, там за 15, за 20, невозможно, это реально. Да и я, в принципе, никогда не люблю вообще торопиться с тортом, если торт, то можно его делать именно вот аккуратно, не торопясь, типа, когда 100% несостояние на это и хотение. Посыпочки у меня мало, у меня больше нет посыпки, ну ладно, сейчас возьму из глазочки. Так. Тихо. У меня, конечно, может быть бы и хватило, но у меня сегодня на стол упало. Солнце грязное. Вот так вот еще возьмем. Вот так вот. Все. Видите, вот оно такое получается. Я тут слегка обляпала, что смогла, потому что нужно много крошки прям вообще. Вот это вот такое получается. Вот, ребята, Наполеон готов. Мы слегка не удержались и уже съели половину, он еще не до конца пропитался. Но сейчас у нас уже практически уже ноль, уже ноль, ребят. Все. И, короче, вот у нас он пропитается и будет еще лучше. Вот. А так мы подъели слегка, не удержались. Он очень сильно вкусный, крем идеальный и он прямо сейчас вообще идеально пропитан. Вот. Так что вот такая, ребята, мнямка. Музыка. 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 Субтитры сделал DimaTorzok